Привет, дорогие друзья, с вами Рудник, и в этот раз решил с вами по летсплеить проект Unshroud, это вернее демо-версию этого проекта, пока он еще не опубликован, не вышел. Это фэнтези, даже это не фантастика, это фэнтези. Ждем здесь магию, различных мифических существ, ну и в целом будем разбираться, что же здесь в этом фэнтезийном мире происходит, чего нам предстоит добиться. Вообще проект, судя по описанию у нас, может содержать до 16 человек, до 16 игроков, но сейчас ознакомливаться с ним мы будем в однопользовательском режиме. Как вы, наверное, на фоне слышите, немножко у меня напрягается системник, поэтому здесь вызываются все-таки некоторые вопросы оптимизации, даже в главном меню он прям вот неистово начал греться. Посмотрим, что будет, конечно, к релизу, может быть, это вполне себе еще докрутят и доделают. И стоит заметить, что тут загрузка главного меню, тоже там предзагрузка шейдеров и прочего, она, ну, относительно некоторое время все-таки заняла. Ладно, давайте начинать, создаем персонажа. Так, кто тут есть? Тут есть всякие разные варианты. Ну, допустим, возьмем за основу вот этого персонажа. Давайте ему выпилим. Да, тут на самом деле без особой разницы. Можно выбирать разные варианты причесок и разные варианты, в принципе. И внешности, опять же, пол, бороду, голос. Ну, допустим. Так, name. Давайте, погнали. Будем сейчас приводить себе в порядок. Так, о, сделали персонажа. У нас персонаж, оказывается, здесь будет для игры. А, ну, вот, как раз-таки доправят. New game создаем. My world 1. Играем. Настройки игры я еще пока не углублялся. Вполне вероятно, что это будут докручивать, ребалансить, доделывать, расширять или, там, наоборот, скукоживать все ближе к релизу. Сейчас вряд ли на это стоит опираться и отдельно это рассматривать. Давайте поскорее посмотрим именно сам игровой процесс, потому что, ну, все-таки это номер один, то, что нас будет интересовать. Вот, смотрите. Идет загрузка. При этом стоит заметить, что у меня игра загружена на жесткий диск, то есть не SSD, а HDD-шка. Видно, периодически процесс начинает расслабляться. Вдюх так у меня не шумит, а вот водянка на процессе, конечно, сильно начинает раскручиваться. Ну, посмотрим, да. Так, картинка немножко, конечно, такая, ну, из-за тумана, да, понятное дело, здесь выглядит определенным режимом. Проснулись в каком-то чане. Яйца в каком-то. Так. Что мы здесь можем делать? То есть у нас есть горячие слоты, 8 штук, да, управление пока стандартное, левую кнопку мыши драться, ну, чисто по классике жанра. Так, видимо, здесь у нас, да, мы все здесь просыпаемся, видимо, если будет стартовать, там, 16 человек, вот примерно тут они все и стартуют. Вот хост там в центральном месте, видимо, предполагаю. Но вообще Steam обозначил эту игру как аналог Икаруса, аналог 7 Days to Die, который у меня есть в библиотеке. Вполне возможно, что игровой процесс здесь тоже будет, ну, худо-бедно, но где-то пересекаться. Ну, я имею в виду именно по функциям. Так, мы некие пламя рожденные, там, избранные, понятное дело, и вот нас выпускают в открытый мир. Так. Давайте оценим карту мира. Так, что здесь есть? У карты мира пока, ну, для демо-версии, кстати, вполне себе неплохо. Не знаю, насколько она будет закрыта. Вообще, давайте менюшку тоже посмотрим заодно. Так, квесты. Ну, меню, может, и будет чуть-чуть запутанным со временем. Ну, ладно, посмотрим. Так, квесты, флейм, огонь. Тоже тут как-то его, видимо... А, алтарь нужно будет как-то еще улучшать. Это прям здорово. Craftspeople. Воркшопы, лор. Это как бы какие-то знания об игре. Так, что они не сделали? Да, показать на карте. Ну, допустим, показали. Claim spot for your base. Захватить спот для вашей базы. Ну, площадку для вашей базы. Так. Мир ожидает вас наполненный секретами. Нажмите M, чтобы открыть карту и отмечать ваши исследования. Ну, площадка для базы, вон она подсвечена. Это видно. Вон руин какие-то непонятные. Ну, территория для демо вполне себе кажется нормальной. Так, ускорение вижу. Вижу. Насколько быстро восполняется. Ага, тут двойной, скажем так, есть механизм выносливости. То есть, смотрите, я ускоряюсь. У меня мало того, что заполненная голубенькая она прекращается, еще и красным заполняется. И вот как раз-таки во время отдыха сначала у нас заполняется там... Вот эта красная шкала восстанавливается, да, до максимума. Дальше уже начинает восполняться и светло-голубенькая. Ну, допустим. Так. Здесь еще один есть. Вообще, давайте попробуем сходить здесь. У меня есть ощущение, что мне сюда пока не стоило бы заходить. Есть, конечно, некоторые визуальные в мелкие баги. Ух ты. Что-то такое. Вжух, вжух. Что-то тут, что-то здесь есть. Что-то здесь интересное, по крайней мере. Такая магия какая-то. Так, давайте, ладно. У нас задача сделать базу. Давайте я все-таки обоснуюсь. Мало ли там придется воскрешаться, как то иногда бывает в разного рода играх. А, но я здесь не спущусь, иначе. Все понятно, почему меня туда вело. Значит, идем в эту подземку. Ну, тут без вариантов было. Так, если чего, драться мы можем этим факелом. Плохо только, что мы теряем при этом выносливости за каждый удар. Так. Вот. Это бомбочки какие-то. Так. Use terraforming tool for explosives. Ну, используйте инструмент для terraforming, либо взрыво... Ну, взрывные вещества, чтобы пройти сквозь вот такой грунт, получается. Шары вот эти могут быть... Брос... Ух ты. Понеслась. Так, я тем временем... Ага. Ну, смотрите, мы здесь... Прям реально прошибаем как-то стены, что ли. Ну-ка, а если дальше... Так, еще что-то сломали. Во. Нормалек. Здесь какой-то тайник, смотрите-ка. Так. Читаем. Какие-то новые знания. Здесь, видимо, было чье-то логу. Вообще, очень интересно... Ящики открываются с пинком. Ну, скажем, полпинка. Ну, оставим это... Как такую небольшую приколюшку. Так. На лестницу мы автоматом... Забираемся. Допустим. Здесь дособирать вроде больше пока нечего. Вообще, пока создается впечатление некого приключения. Не знаю, насколько это... Ощущение будет продолжаться дальше. Это будет некий экшен, либо все-таки это будет выживать. Ну, я для выживач... Ну, для выживалки не вижу здесь... Дополнительных никаких, скажем так, атрибутов. Типа, там, голода. Жажды. Ну, которые традиционны для выживалок. Но при этом... Здесь все-таки есть строительство базы. И строительство базы, по крайней мере, анонсировано. Да, и уже учитывая, что мы сейчас должны достичь как раз-таки того места, которое у нас... Им не станет. Так. Tap to lock into your foes, control to dodge out harm's way. Так, ага. Ух ты. Что-то грибами поросло какими-то. Ага. Ну, к этим фиговинам, видимо, лучше не подходить. Я понял. Вот это какая-то... Ага. О, первый противник нормальный. Давай-ка. Вах. Готов. Что у нас? В луте есть шраутс. Ну, споры какие-то, материал. И меч. Отлично. Мне вот меч очень пригодится. Мне меч нужен. Потому что мечом мне явно будет лучше драться, чем факелом. Ну, будем откровенны. Так. Здесь эта вся слизь продолжает. Тут что-то дергаться где-то. О. Готов. Туда же. Давайте-ка соберем. Take all. Take all. Есть крафтинг уже тоже стоит отметить. Потому что мы собираем некие материалы. Кстати, эта дымка, это вообще определенная какая-то область. Видимо, с ней будут связаны какие-то либо аномалии, либо что-то еще. Сложно вообще предполагать и угадывать на бум. Так. Открыт рецепт верстака. If you fall, you will rise again at your last return beacon. Ну, вот, видимо, вот этот вот, скажем так, маяк возвращения. Да, вот он у нас появился. И в случае смерти мы будем появляться рядом с ним. Ну, с последним, который мы открыли и который мы посетили. Ну, ладно. Так, есть какая-то живность, я вижу. Здесь есть какие-то растения, которые мы можем собирать. Да, есть у нас. Куча материалов. Так, вообще, хочется посмотреть на инвентарь. Вот, в каком он у нас видит сейчас. Простите, ребят, еще не до конца выздоровел. Так, ну, здесь понятно всякие ингредиенты. Тролливали, пассатижи. Здесь все более-менее понятно. Есть новые открытые рецептики. Так, вот инвентарь. Он ограничен. Я вижу количеством слотов. Насчет какого-то лимита по весу я не вижу. Кстати говоря, демо-версия ограничена 8 часами игры. Видимо, здесь полный функционал, однако просто ограничение по времени есть. Ну, для того, чтобы с игрой познакомиться за 8 часов, я думаю, это более чем достаточно. Это вполне себе хорошая такая длительность. Так, о, есть local tag какой-то, говоря. Не у нее какой-то этот... Новая точка на карте есть. Вот странно, что мы тут оружие взять не можем, потому что оно выглядит явно не хуже, чем то, что у нас сейчас в руках. Ну, ладно, пропустим пока этот момент. Так, соскользнули. Будем собрать камушек тоже. Да, видимо, у нас по мере сбора новых-новых ресурсов, которые мы видим в мире, да, которые мы собираем в инвентаре, у нас открываются все новые-новые рецепты. Тут и инструменты, я вижу, тут и оружие у нас появляется, и броня. Все это дело мы будем... Так. Полянка у нас достигнута. И что нам нужно с ней сделать? Reclaimed land by establishing flame altar in the wilds. Ну, короче говоря, нам нужно как-то сюда обеспечить алтарь. А как я это сделаю? Flame altar. Так, stone, крафт сделали. Нам его теперь из инвентаря, видимо, надо как-то взять. Или нет? Вот так. Что-то я бы переложил. Ну вот, алтарь. О, смотрите-ка, режим строительства включился сразу. Ну, давайте алтарь куда-нибудь здесь, ближе к уголочку поставим. Так, все отлично. Есть другие выживальщики. Бродящие по ближайшим убежищам древним. Найдите их, чтобы они могли помочь вам в вашем путешествии. Идите осторожно или аккуратно. Ну, и хорошо. Теперь мы двигаемся в следующие руины уже, которые неподалеку. Давайте сходим сейчас в ближайшее. Вообще, кстати говоря, давайте-ка посмотрим, может здесь есть. Construction Hammer. Вот мне вот очень интересно функционал постройки. Посмотрите, что здесь у нас есть. Так, идем, значит, в режим постройки. Насколько здесь вообще... О, здесь модульное строительство есть. Смотрите-ка. Элементы вообще разных типов есть. Другое дело то, что ресурсов сейчас для этой постройки нет. О, сразу смотрите, на 4 клетки есть. Так, до крыши, террейн. Это я по зажатой кнопке Тильда. Сейчас смотрю. Ну, понятно, в принципе. Есть чем заняться и для любителей строительства тоже. Это мы потом обязательно тоже изучим. Так, здесь смотреть нам особо нечего. То есть какие-то дома мы тут строить сможем. Хорошо. Это что такое? Так. Пьем воду для того, чтобы усилить вашу выносливость и быстрее ее регенерировать. Ну, хорошо. А, это наша сила для того, чтобы... Ага, зажигать огни. Так, а у нас я вижу вот это вот эншраудит. Это некая туманная область. И таймер у нас 5 минут на нахождение в ней. Иначе, видимо, нам будет в ней очень плохо. Так, дерево мы собираем. Дерево пригодится. Есть еда. Подозреваю, что мы ее будем сейчас готовить. Ага, можно... Ну, вообще, любые костры для нас интерактивны. Мы можем... Что-то даже в них готовить. Ага, вот оно как крафтится там. То есть нам нужно еду добавить в слот. Вот, например, шестой. И мы ее выбираем. И только тогда мы будем ее готовить. А чтобы в мире... Ага, ага, понятно. Все, у нас тут еще есть. Я вижу разная степень готовности. То есть если мы передерживаем наше блюдо, оно у нас становится... Другого... Другого вида. То есть есть, вот, например, вообще сожженное мясо. Прям совсем-совсем. Так, его есть мы не сможем. А вот, например, вот это мясо мы скушать сможем. Ага. И оно у нас на 5 минут нам дает баф. То есть пища здесь нужна сугубо для... Усиления нашего персонажа. И, видимо, чем будет лучше пища, которую мы готовим и кушаем, тем лучше мы себя будем чувствовать. Так, вообще становится темновато в игре. Я вижу, что... А, еще и холодновато. Поэтому нам, наверное, лучше вернуться к нашему огню и позаниматься каким-нибудь крафтингом. Подозреваю, что это все-таки нам сыграет хорошую роль. Даст нам возможность освоиться все-таки получше в игре. Основав свою базу, можно будет быть спокойным, по крайней мере, за следующий день. Так, давайте-ка... Что у нас? Следующий квест в чем? Та-та-та-та-тан, тат-тан-тат-тан... Ага, найдите значок спящего, выживающего, да, на вашей карте. Или выжившего, да. Понятно. Ладно. Давайте посмотрим, что по крафтингу есть, может быть, пока ночь. Можно позаниматься. Кэмп фаер можно сделать здесь огонечек у нас. Можно какие-то сделать отмычки, кстати говоря. Видимо, это будет тоже для нас рано или поздно очень важным и применимым. Так, ну вообще у нас есть возможности сделать... Вот не видел опции сделать сразу несколько штук, рано или поздно это может начать бомбить, потому что, то есть, когда мы будем массово производить те или иные какие-то работы, наверняка массовое производство тоже аукнется. Но здесь мы можем уже делать, вон, я смотрю, по 50, по 100 штук. Глайдер есть. То есть, полеты будут здесь в игре. Ну, выглядит, кстати, таким достаточно глубоким, емким проектом. Несмотря на то, что... Ну, параллель проведена с Икарусом и Seven Days to Die вряд ли, потому что это все-таки не выживалка. По крайней мере, не кажется такой. Это такое экшн-приключение, лайтовое, с немного мультяшной графикой, упрощенной. Но все равно достаточно такое, то есть, здесь и крафтинг такой большой получается. То есть, у нас тут много что есть. Да, manual crafting. Ну, тут ясно, понятно. Инструменты. Давайте попробую сейчас сделать еще отмычки. Мне кажется, они пригодятся. Так, ну и нам здесь для одежды не хватает немного все-таки материалов. Так, и в темноте я вижу, что когда мы далеко отходим от нашего лагеря, мы начинаем подмерзать. Ну, по крайней мере, не сейчас. А, ну да, он cold, есть эффект. Это что такое? Wall lamp. Ага, это мы можем светлячков себе сделать, как светильники. Так, они бродят тут в темноте вот эти наши грибы. Ну, на первом уровне, конечно, драка такая себе. Чуть в одностороннем режиме. Спам себе левую кнопку мыши и наслаждайся. Так. Ну да ладно. Мы можем перемещаться. Вообще интересно посмотреть, где... Где-нибудь время. Дней и ночи. Чтобы хотя бы понимать вообще, куда и что мы идем. И стоит ли сейчас удаляться от лагеря или, может быть, переждать. Ну, да фиг с ним. Ой-ой-ой. Псина, су-тулая. Отстань от меня. Две костяшки. Пойдет. Так. Ну, видимо, нам вот на тот мост надо. Потому что здесь спускаться, ну, мне кажется, рисково. Да и не совсем вниз мне нужно. Так что бежим. Пока рядом с обрывом. И кайфуем. Тут какое-то красное свечение. Это огонек, наверное. Тоже лагерь какой-то, смотрите-ка. Может быть, он нам... Что-то мы здесь и найдем полезного для себя. О, здесь спать можно. Давайте-ка поспим. Шелтеред. Комфорт. А, и... И что? Ну, это типа отдых сейчас был, да? Ведьма отдыхать можно возле костра. А можно еще и возле... Ну, непосредственно в кровати. Это увеличит комфорт. И, может быть, быстрее восстановить... Восстановит эффект. Ох тыж, как светло-то резко стало. Это что, утро, что ли? Шел-шел темно-темной. Потом ба-бах резко прям. Так, стрелы здесь собирать можно. Это прям здорово. Какие-то вон скелеты. Того гляди на меня сагрится. Но это не точно. Так. Что тут? Хукинг просит за группинг-хук. Ага. То есть, можно найти путь какой-то вне этого моста. Можно зацепиться крюком. Но крюка у меня пока нет. Для него не хватало ресурсов. Поэтому идем вниз наслаждаться. Идем наслаждаться. Так, очередная дубинка. Что у нас здесь еще есть? Есть у нас. Лекарства-то я взял бы. Бандажик. Ну, бинт. Так. И тут мы начинаем опять спускаться в эту тень. В этот туман пугающий. Здесь опять эти смертники. Восставшие из ада. Ну, или восставшие из ада. Смотрите, кому как интересно. Такой локальный юмор, скажем так. Так. Есть какое-то свечение. Ага. И вот в этих вот лампах мы сможем восстанавливать, скажем так, свой таймер. Так. Take all. Ну, наверное, лампочку я зря взял. Потому что времени у меня хватало еще. Ого-го, как много. Давайте пробуем тогда выбежать на противоположную сторону. Здесь будем надеяться, что у нас заканчиваем, будет закончиться эта дымка. Что-то мне не нравится, когда тут туман этот. С ним как-то неспокойно. Так. А как дальше? А куда дальше? Вот сюда, видимо. Видимо, да. Видимо, да. Что-то тут уже дымка закончилась. Нет, не закончилась. Поднимаемся. Тут уже какое-то здание. Так. Во! Тут можем подняться. Прям интуитивно. Кстати, выносливость тратится, пока мы лезем вверх. Потом как-нибудь посмотрим на эффект. А что будет, если вдруг у нас, например, кончилась выносливость, а мы находимся на лестнице. Бахнемся мы или не бахнемся. Ну и мы оказались на противоположной стороне моста. Вполне, кстати говоря, ожидаемо. Ого! Ты кто? Слышь? Ты кто? Офиглицы, блин, такой больно бьющий-то. Это ж прям очень неприятно оказалось. Он мне пол хп одним попаданием снес. Так, ладно. С тобой мы разобрались. Так. Здесь есть тоже стрелы всякие разные. Ладно, не будем застревать пока здесь. Давайте добежим до следующей части. Вообще, ребята, если им нравится данный проект, времени у меня еще пока в достатке по нему. Поэтому, если вам нравится, если хочется посмотреть дальнейшее продолжение, обязательно пишите об этом. Если будет возможность, я очень постараюсь, чтобы она появилась. Я запишу и следующее, ну, продолжение. Так, можно прятаться в кустах. Ага. Можно прятаться в кустах. Так. И нам здесь нужно... Нам здесь нужно сейчас очень тайно пробраться. как жестковатенько получилось ладно окей так ну я вернулся на базу видимо за задачу нужно будет приступать по новой давайте посмотрим до дроп кстати все материалы мы теряем в случае смерти у нас все улетает просто в трон тарары есть у нас тут разные всякие смотрю порошочки разные там эссенция которую видимым как-то будем тратить на магию может быть хочу много-много с этим всем разбираться ну давайте для первого раза мы пока остановимся на этой не очень позитивной ноте но по крайней мере мне есть над чем теперь подумать спасибо большое ребят за просмотр мнение как всегда идеи комментарии советы все все в комментариях масло нас ли получилось немножко ну да ладно и давайте я буду с вами прощаться спасибо вам еще раз хорошего настроения и до новых встреч